К концу этого года в республике должны появиться 11 новых футбольных полей с искусственным газоном. На эти цели в республиканском бюджете предусмотрено более 350 миллионов рублей. Временно исполняющий обязанности главы республики провел видеоконференцию с главами муниципалитетов, в чьих районах запланировано масштабное строительство. Новые футбольные поля должны появиться в девяти муниципалитетах. В Красночитайском, Маргаушском, Козловском, Комсомольском, Красноармейском, Урмарском, Яльчикском, Чебоксарском районах, а также в городе Ядрине. В столице республики планируется реконструкция полей сразу в двух учреждениях. Обновления ожидают в детско-юношеской спортивной школе «Энергия» и в спортивной школе по футболу. На развитие инфраструктуры субсидии в муниципалитеты придут по федеральному проекту «Спорт. Норма жизни» национального проекта «Демография». Отметим, впервые в республике за такой короткий срок планируется масштабное строительство сразу 11 спортивных объектов. «Футбол – это всегда было такое любимое занятие. Это, с одной стороны, естественно, здоровье, хорошее настроение. Но, с другой стороны, я хочу сказать, футбол – это, конечно же, искусство взаимодействовать. Это командная игра. И вот здесь, как правило, результат зависит от того, насколько команда сможет сыграть вместе». На совещании обсудили ряд вопросов, связанных с подготовкой проектной документации. Она должна быть готова не позднее 15 мая. Пока что одобрение государственной экспертизы получили администрации Яльчикского района «Ядрена» и спортивной школы по футболу в Чебоксарах. Олег Николаев призвал остальные муниципалитеты ускорить работу в этом направлении.